МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 1 июля в России упростят часть бюрократических процедур. Так зарегистрироваться по месту жительства и получить бесплатную медицинскую помощь без обязательного предъявления полиса ОМС станет гораздо проще. Также сократится срок оформления паспорта. Теперь он не должен превышать 5 рабочих дней с момента приема документов. Более 97% японских компаний останутся работать в России. Лишь 4 приняли решение уйти из нашего рынка. Видимо, компании из страны восходящего солнца тем самым занимают осторожную позицию, надеясь в будущем возобновить работу в России. К настоящему времени свои предприятия в Российской Федерации временно приостановили автоконцерны Toyota Motor, Nissan Motor, Bridgestone, а также магазины одежды Uniqlo. В мае производство газированной воды в России выросло на 56% по сравнению с апрелем. В июне показатель может еще увеличиться. По итогам первого летнего месяца прогнозируемый объем производства составляет 261 миллион литров. Это почти 9 миллионов литров воды с газом ежедневно. Технологии информационного моделирования планируется внедрять в ЖКХ. В частности, цифровая модель дома обязательно должна быть и в электронном техническом паспорте здания. Это позволит управляющей компании контролировать состояние всех коммуникаций и несущих конструкций здания, а жителям видеть реальную картину. А сейчас настало время поговорить о том, что ежемесячно съедают порядочную сумму наших доходов. Об услугах ЖКХ. Я, например, очень часто задаюсь вопросом, откуда берутся эти суммы и как можно сэкономить в момент оплаты счета за квартиру. С 1 июля нас ожидает индексация тарифов ЖКХ. И вот обо всем этом мы поговорим с нашим гостем. Алла Бредец, 53 года. Имеет высшее медицинское образование, стаж работы по специальности более 20 лет. Вопросами ЖКХ занимается с 2014 года. Член общественного совета при жилищном комитете правительства Санкт-Петербурга. Руководитель Центра по контролю качества ЖКХ-контроль. Добрый день. Спасибо, что пришли к нам в студию и согласились ответить на все наши вопросы. Добрый день. Спасибо за приглашение. Сразу первым делом хочу уточнить, сохранилась ли на сегодняшний день проблема того, что людям приходят квитанции из разных организаций за один и тот же период пользования услугами. То есть нужно заплатить дважды, но разным людям, что ли? Ну, к сожалению, система и структура жилищно-коммунального хозяйства устроена так, что получателем платежа могут являться разные организации. Начиная от управляющей организации, заканчивая ресурсоснабжающими организациями. В случае, если оператором и собирателем данных платежей будет являться единый оператор, естественно, это облегчит участь петербуржцев. И если мы действительно придем к тому, что у нас такая единая квитанция появится, как анонсировал губернатор Санкт-Петербурга, я думаю, тех недоразумений, которые сейчас есть на рынке, станет значительно меньше. То есть давайте на всякий случай повторю. Мне просто 26, я еще очень далек от этих вот разбирательств со счетами. Единая квитанция, это позволяет тебе не задумываться о том, кому, куда. У тебя все в одной бумажке, ты спокойно оплатил по счету и никаких проблем. Совершенно верно, но задумываться, я все равно предполагаю, придется. Если вы хотите контролировать все-таки, какие суммы и кому вы будете оплачивать. Просто будет разбивка на тех получателей платежа, которые вы сможете там увидеть. Ну и раз вы сами затронули вопрос того, кому, как и сколько платить, я предлагаю посмотреть сюжет моего коллеги Алексея Смирнова, который рассказал о том, как именно можно сэкономить небольшую сумму денег, но все-таки на коммунальных услугах сберечь свои деньги. Народная примета. Видишь розовую квитанцию в почтовом ящике? Готовь деньги. С 1 июля вновь индексируют тарифы, а это значит, что самое время опробовать лайфхаки, помогающие экономить на услугах ВКХ. Помимо электроэнергии, основные статьи расходов – это горячее и холодное водоснабжение и водоотведение. Поэтому разумнее всего начинать экономить прямо с утра. Основная экономия происходит здесь, в ванной. Простая привычка выключать воду во время чистки зубов в перспективе сохранит тысячи рублей. А прием душа вместо приема в ванной – сотни литров воды за раз. И это тоже выливается в кругленькую сумму. Выходя из дома, все электроприборы, кроме холодильника, лучше отключать от сети, чтобы они не были пассивными потребителями электроэнергии. Мыть посуду, вопреки расхожему заблуждению, нужно не вручную, а в посудомоечной машине. Да, это дополнительные киловатт-часы, но экономия за счет объема воды. А в чайник, и это урок многим, лучше заливать воды не под максимум, а столько, сколько ты действительно собираешься выпить. Чай я заварил ровно на одну кружку, а это значит, что с этим и другими лайфхаками уже в следующем месяце я смогу сэкономить до 500 рублей. Я, кстати, только что заметил, что Алексей не до конца рассказал про экономию. Вот на улице было светло, а у него горел свет. Все-таки, Леша, тебе нужно поработать над своей экономией. И возвращаясь к нашей беседе, у меня возникает вопрос. Откуда берутся эти тарифы за различные услуги ЖКХ? Откуда эта цифра там-то в 5 рублей, может быть, за кубометр? Как это берется? Ну, если мы говорим о коммунальных услугах, которые мы оплачиваем поступщикам, ресурсникам, то здесь, конечно, все это регулируется федеральным центром, федеральным правительством, даются предельные индексы на регион. И здесь уже в зависимости от руководства и решений, которые принимаются на местном уровне, эти тарифы либо повышаются, либо остаются на прежнем уровне. Но, как правило, из того мониторинга, который мы можем сделать, мы будем всегда говорить о повышении. Я вот как раз знаю про повышение. С 1 июля повышаются тарифы. Насколько? Как сильно это все изменится у нас? Ну, как раз федеральное правительство позволяло нашему региону повысить платежи больше, чем на 6%. Но должно отдать и выразить благодарность от имени всех петербуржцев, что губернатор все-таки изыскал возможности договориться с ресурсоснабжающими организациями, и тарифы вырастут у нас всего на 3,5%. И если мы говорим о теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении, то это от 1,5% до 3,5%, и больше всего в этом году подорожает электроснабжение до 5%. Но общая планка не перейдет в 3,5%. Смотрите, когда я слышу подорожает, мне всегда становится плохо, как и любому, мне кажется, человеку. Сколько раз можно, например, в год, в месяц повышать тарифы? Есть ли какая-то лимитная планка здесь или нет? Лимитная планка есть с 1 июля ежегодно. Безусловно, случаются иногда такие вот, например, как в 2019 году, случаи, что с отсылкой на высокий рост инфляции тарифы были проиндексированы дважды. Хорошо, теперь коснусь тогда той вещи, которую я не совсем понимаю. Смотрите, есть статья расходов в квитанции «Капитальный ремонт дома». И у меня возникает вопрос, а почему, например, за новый дом тоже нужно платить на капитальный ремонт? И почему нужно ждать ремонта капитального, если деньги уже платятся каждый месяц? Как это все понимать? Ну, во-первых, каждый многоквартирный дом – это большой живой организм. А стоимость работ по капитальному ремонту весьма существенна. И производя оплату уже месячно, особенно в небольшом доме, суммы, которые аккумулируются либо на специальном счете, либо в общем котле, который у нас в данном случае реализует фонд, региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, они иногда не дотягивают до реальной стоимости тех работ, которые проводятся. И поэтому здесь, конечно, у собственников есть выбор, либо провести общее собрание собственников, принять решение аккумулировать эти деньги на специальном счете. И тогда уже в соответствии с региональным законом о капитальном ремонте они смогут лучше контролировать работы, сами выбирать подрядчика. Но там очень много «но», которые всегда очень сложно реализовать в многоквартирном доме, особенно если в нем проживают несколько тысяч собственников помещения. Это же надо встретиться всем вот этим тысячам людей и обсудить. Ну, нужно обсудить. Есть разные формы проведения собраний, и очные, и заочные. И у нас теперь есть возможность голосования даже через ГИС ЖКХ. Но все равно это достаточно трудоемкий процесс. И кворум по решению по капитальному ремонту, как все, что связано с общим имуществом в многоквартирном доме, составляет две трети голосов. Это действительно очень серьезный труд, либо для управляющей организации, либо для товарищества собственников жилья, либо иногда и для инициативной группы, которая берется реализовать все это на себя. А что именно входит в капитальный ремонт? Например, починить крышу здания – это капитальный ремонт или нет? Текущий ремонт? Ну, региональной программой капитального ремонта у нас определены определенные виды. Это ремонт крыши, ремонт фасадов, ремонт инженерных сетей, это водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и теплоснабжение. Это ремонт аварийных конструкций, как межэтажные перекрытия, так и разные. То есть в многоквартирном доме могут быть разные аварийные такие конструкции. И это укрепление фундамента. Конечно, в Москве пошли и в Московской области дальше. Там в программу капитального ремонта входит ремонт парадных, о чем мечтают, наверное, наши петербуржцы, особенно те, которые проживают в историческом центре, и где затраты на производство работ в рамках текущего ремонта составляют бюджет 5 и 10 лет. У меня еще возникает лично мой вопрос, с которым я столкнулся буквально в прошлом месяце. Возникло то, что я не понимаю совсем, что у меня находится в квитанции. Я до этого как-то невнимательно все оплачивал, не разбираясь совершенно. А тут посмотрел. Горячая вода, холодная вода и водоотведение. Оказывается, это действительно полноценная статья. Почему? Почему я заплатил за то, что мне дают воду, а я еще должен заплатить за то, что мне ее заберут? Ну, вот так ресурсники размышляют о том, что если вы потребили данный объем холодной и горячей воды, соответственно, в качестве водоотведения он ушел. Хотя это достаточно плавающая такая единица, и мы понимаем, что потребленные объемы воды, которые вы получили дома, вы можете вынести, например, с собой, путешествуя по городу или отправляясь на работу. Но если я, например, смотрите, у меня вопрос, вот прям хочется уточнить момент. Если я, например, буду выливать себе 20-литровое ведро воды, выливать это где-то на улице, я все равно заплачу за водоотведение этих 20-литров? Вы заплатите ровно столько, сколько у вас покажет счетчик, который отмотает вам холодную и горячую воду, либо же вы заплатите по нормативу с применением повышающего коэффициента. Я перестаю пользоваться водой, потому что это слишком дорого. Ну и тогда сейчас я предлагаю перейти к опросу петербуржцев. Мы отправились на улицы города с вопросами, понимаете ли вы, горожане, за что платите, за что приходит квитанция, или все-таки нет. И вот что мы услышали. Давно перешел на электронный формат оплаты, поэтому, в принципе, к моменту контроля он стал проще. Если честно, я с трудом расшифровываю, хотя плачу каждый месяц. Ну вот расшифровку хотелось бы, особенно для пожилых людей. Иногда управляющие компании добавляют какие-то свои услуги. Более того, они свои услуги добавляют, не всегда уведомляя нас, жильцов. Я нормально плачу и понимаю все. Я просто плачу в онлайне и как-то не обращаю внимания. Не всегда понимаем, за что платим, потому что зачастую это просто куча бумажек. Один из петербургцев сказал, что управляющие компании добавляют свои услуги без предупреждения. Это вообще законно или нет? Безусловно, это незаконно, и вряд ли вообще такое имеет место быть. Скорее всего, у нас определены тарифы на коммунальные услуги, у нас утверждаются правительством Санкт-Петербурга. Живишные услуги должны утверждаться как раз решением общего собрания собственников, когда управляющая компания выходит с инициативой, предоставляет экономический расчет, и эти тарифы либо утверждаются, либо нет. Но, как правило, городские жилкомсервисы у нас работают по тарифу для муниципального жилья, которые точно так же утверждаются комитетом по тарифам Санкт-Петербурга. И, безусловно, в процессе своей работы мы сталкиваемся иногда с тем, что появляются в платежной эквитанции, например, оплата консьержа, оплата охраны, пользование парковкой и всеми прочими вещами. И при разбирательствах действительно иногда получаются такие казусные истории, когда один многоквартирный дом собирает на консьержа пару миллионов рублей в месяц. Ничего себе! То есть такое, безусловно, тоже бывает. Но здесь как раз контроль со стороны собственников. Если это форма управления, управляющая организация, конечно, это желательно в доме иметь, в принципе, законом даже определено, что это обязательно, совет многоквартирного дома, который будет мониторить те цифры, которые видят квитанции, и помогать всем своим соседям разбираться с этими платежами. Ну, то есть я еще раз подведу тогда итог беседы. В любом случае, если вы чего-то не понимаете, вы можете отправиться в управляющую компанию, в любую службу, задать свои вопросы, либо позвонить на горячие линии. Ну и также я напоминаю, у нас в гостях сегодня была руководитель Центра по контролю качества ЖКХ. Контроль Алла Бредец. Доброжелательность и стрессоустойчивость. Вот, пожалуй, главные черты, которыми должен обладать старший диспетчер в аварийной службе. Эта вакансия сегодня в топе онлайн-сервисов по поиску работы. Кандидат обязан иметь стальные нервы, но при этом быть вежливым. Поток заявок от жильцов домов может быть довольно объемным, и каждого нужно выслушать, понять суть проблемы и оперативно отправить на помощь бригаду специалистов. Кроме того, среди обязанностей своевременно информировать население о плановых и аварийных отключениях отопления и воды. Зарплату обещают от 45 тысяч рублей. Место работы на выбор в Красногвардейском или Невском районе нашего города. Это были те темы, о которых мы хотели сегодня поговорить. Если у вас остались вопросы или мы рассказали не все, пишите нам, и мы обязательно вернемся с ответом. Я Леонид Филиппов. Объясняем СПБ. Продолжение следует...